Студия аудиокнига своими руками Предлагаем вашему вниманию серию рассказов в жанре детектива о комиссаре полиции «Мегре». Баржа с двумя повешенными Читает Александр Водяной Смотритель шлюзов Кудре был тощий человечек с печальным лицом, в вельветовом костюме, с недоверщим взглядом, словом, человек, каких немало можно встретить среди управляющих имениями. Ему было все равно, что «Мегре», что полсотни жандармов, журналистов, полицейских из Корбейля и чиновников прокуратуры, которым вот уже два дня он рассказывал о случившемся. Во время рассказа он не переставал наблюдать за зеленоватой поверхностью воды в сене по обе стороны от плотины. Стоял ноябрь, было холодно, и пронзительно белое небо отражалось в воде. Я встал в шесть утра, чтобы дать лекарства больной жене. Тут «Мегре» подумал, что в таких честных трудях с печальными глазами всегда бывают больные жены, за которыми нужно ухаживать. Когда я зажигал свет, мне послышалось что-то непонятное. А потом, когда я ставил жене припарку на втором этаже, до меня наконец дошло, что кто-то кричит. Я спустился вниз. Выйдя к шлюзу, я смутно различил черную массу у самой плотины. «Что там происходит?» — крикнул я. «На помощь!» — позвал кто-то хриплым голосом. «Какого дьявола вы там делаете?» — спросил я. «На помощь!» — снова донеслось до меня. Я сел в свой ялик, чтобы отправиться туда, и увидел, что это Аструлябия. Уже светало, и я узнал старика Классена на его палубе. Уже светало, и я узнал старика Классенца на ее палубе. Могу поклясться, что он все еще был пьян и не представлял себе, как и я, почему Барка оказалась у плотины. Собака была отвязана, и я даже попросил его придержать пса. Вот и все. Но его больше всего беспокоило, что баржу прибило к плотине, и будь течение здесь посильнее, то посудина могла бы даже пробить ее. А то, что на борту, кроме пьяного, старого коновода и огромной овчарки, было двое повешенных, мужчина и женщина, его не касалось. Отчаянная Аструлябия находилась на том же месте, в 150 метрах от берега, а охранявший ее жандарм, чтобы согреться, ходил взад-вперед по дороге, предназначенной для тягловых лошадей. Это была старая баржа без двигателя. Конюшня, как называют суда, которые ходят в основном по каналам и имеют на борту лошадей. Проезжавшие мимо велосипедисты оглядывались на сероватую посудину, о которой уже два дня писали все газеты. Как водится, когда дело поручалось комиссару Мегре, никаких новых сведений от него нельзя было добиться, и все занимались расследованием по своему разумению. Свидетели были уже опрошены раз пятьдесят, сначала жандармерии, потом полиции Корбея, потом судейскими и, наконец, репортерами. «Вот увидите, это дело рук Эмиля Градю», — говорили комиссару. А Мегре после двухчасового допроса Эмиля Градю вернулся на место происшествия с брюзгливым видом, засунув руки в карманы своего толстого пальто и, рассматривая унылый пейзаж, так словно собирался купить участок в этих краях. Его интерес вызывал не шлюз Кудре, в который уткнулась баржа, а шлюз Ля Сидангетта, восьми километрах выше по течению. В общем, этот шлюз мало чем отличался от Кудре. А поселки Морсаны и Сен-Пор находились на другом берегу и достаточно далеко. Вблизи только и можно было видеть, что спокойную гладь воды, окаймленную зеленой порослью, да кое-где котлован старого песчаного карьера. Но в Ля Сидангетте было бистро, так что экипажи судов старались изо всех сил, чтобы провести ночь там. Это было настоящее бистро для моряков, где продавали хлеб, консервы, колбасу, текилаж и овес для лошадей. Можно сказать, что в этом бистро Мегрей провел свое расследование, не привлекая к себе внимания, выпивая время от времени стаканчик вина. Сидя у очага, выходя на прогулку, а хозяйка, белобрысая почти как альбиноска, смотрела на него со смесью уважения и иронии. С вечера среды удалось узнать следующее. Когда начиналось меркаться, эглон седьмой, небольшой буксир с верховью в сены, привел к шлюзу Ли Сидангетты, словно квотчика цыплят, шесть барж. Шел мелкий дождь. Пришвартовав суда, мужчины собрались в бистро на аперитив, а осмотритель шлюза направился к своим рычагам. А стролябе показалось из-за поворота полчаса спустя. Когда уже совсем стемнело. Старик Артур Арц, шкипер, стоял за штурвалом, а Классенс шел по дороге перед лошадьми с перекинутым через плечо кнутом. А стролябе пришвартовалось в хвосте каравана барж. Классенс отвел лошадей на борт. В это время никто не обратил на них внимания. Было около семи вечера, и все уже отужинали, когда в бесто вошел Арц и Классенс, и сели перед очагом. Шкипер Аглона-семь вел беседу, а двое стариков сидели молча. Хозяйка Альбиноска с ребенком на руках четыре или пять раз наливала им виноградные водки. Все было так. Теперь Мегре это понимал. Все посетители были более или менее знакомы. Они входили, жестом приветствовали собравшихся и молча усаживали за стол. Время от времени заходила какая-нибудь женщина закупить продукты на завтра и бросить на ходу выпивающему мужу «Долго не засиживайся». То же самое сделала и Эмма, жена Арца, купившая хлеба, яиц и кролика. Вот с этого момента каждая деталь приобретает особенное значение. Каждое свидетельство становится чрезвычайно важным. Так считал Мегре. Вы точно помните, что около десяти часов, когда Артур Арц уходил, он был пьян. О, сильно пьян, как всегда, ответила хозяйка. Он был бельгиец, славный малый. Молча сидел в углу и пил до тех пор, пока у него оставались силы, чтобы вернуться на борт. А коновод Классенс? О, этому надо было больше. Он задержался еще на четверть часа, потом ушел. Но вернулся, потому что забыл здесь свой кнут. До сих пор все было понятно. Нетрудно было представить себе берег сены, ночь над шлюзом, буксир впереди шестишалант, а за ними баржу Арца. На каждом судне фонарь на конюшне. А надо всем этим бесконечный мелкий дождь. Около половины десятого Эмма с продуктами вернулась на баржу. В десять туда пришел Арц, сильно пьяный, как утверждает хозяйка Бестро. А в десять с четвертью на Астралябию отправился иконовод. Я ждала, когда он уйдет, чтобы закрыться. Моряки ложатся спать рано, и в Бестро уже никого не было. Вот и все надежные сведения, которые можно проверить. А с того момента никакой точной информации. В шесть утра шкипербуксира удивился, не увидев Астралябию позади своих шалант. А немного погодя, он заметил, что швартовы были перерублены. В то же время смотритель шлюзов Кудре, ухаживавший за больной женой, услышал кричи старого коновода. Потом увидел баржу, уткнувшуюся в плотину. Собака на палубе была отвязана. Коновод, проснувшийся от толчка, ничего не знал и утверждал, что, как обычно, всю ночь спал в конюшне. Потом позади каюты обнаружили повешенного артца, но висел он не на веревке, а на собачьей цепи. Вслед за этим, за занавязкой, закрывающей умывальник, нашли его жену Эмму, висящую на простыне. Но это было еще не все. Перед отплытием шкипербуксира Эглон-7 напрасно звал своего моториста Эмиля Градю. Он исчез. «Это дело рук Градю». Так считали все, и вечером в газетах можно было прочитать такие заголовки. «Градю замечен в окрестностях Сан-Пора. Охота за человеком в лесу Ружо. Кубышка папаши артца не обнаружена». Все утверждали, что у старины артца была кубышка. И даже сходились во мнении по поводу ее содержимого сто тысяч франков. Почему? О, это целая история. Хотя на самом деле все очень просто. Шестидесятилетний артц, у которого было двое взрослых женатых сыновей, вторично женился на Эмме, грубой бабе из Страсбурга, которой было всего сорок. Семейная жизнь у них не ладилась. На каждом шлюзе Эмма жаловалась на жадность старика, который давал ей денег только на еду, да и то в обрез. «Я даже не знаю, где он прячет свои деньги», говорила она. «Он хочет, чтобы после его смерти они достались его сыновьям. А ведь я, как проклятая, ухаживаю за ним, стою у штурвала, не говоря уже...» И она вдавалась в непристойные подробности, даже в присутствии артца. А он только качал головой, и когда она уходила, бормотал. «Она вышла за меня и за мои сотни тысяч франков, но ей их не видать, как своих ушей». Еще Эмма говорила, «Можно подумать, что его сыновья без этих денег не проживут». В самом деле, старший сын, Джозеф, был шкипером на буксире в Антерпене, а Теодор с помощью отца купил отличную самоходную баржу «Мари Франс», которую недавно задержали, когда она шла в Маастрихт в Голландии. «Но я разыщу эти сто тысяч франков», говорила она. Она, не раздумывая, говорила об этом с первым встречным. Сообщала интимные подробности о своем муже, а в завершении цинично заявляла, «Он же не представляет себе, что такая молодая женщина, как я, только по любви может». А сама наставляла ему рога. Свидетельские показания не оставляли в этом сомнения. Шкипер Иглона-7 был в курсе дела. Я не утверждаю, что то, что мне известно, но уверен, когда мы полмесяца были без работы в Атфор-Вилле, а Астролябия стояла под погрузкой, Эмиль Грэдю часто встречался с ней, даже средь бела дня. А каково? Двадцати-трехлетний Эмиль Грэдю был, несомненно, законченным подлецом. Через сутки его, подыхающего от голода, задержали в лесу ружо, километрах в пяти от Ляси Тангетты. «Я ничего не сделал», — вопил он жандармом, стараясь уклоняться от ударов. Этот плюгавый, нездоровый, неприятный мерзавец в кабинете у Мэгграя в течение двух часов упрямо твердил. «Я ничего не сделал». «Так почему же ты сбежал?» «Это мое дело». Судебный следователь, убежденный в том, что Грэдю спрятал кубышку в лесу, устраивал одно прочесывание за другим. Но все напрасно. В этом было что-то неизбывно унылое, как эта река, с утра до вечера, отражающая в своих водах небо, как эти вереницы судов, возвещающие о своем подходе гудками сирены. Один гудок на каждую идущую за буксиром баржу и друг за другом проскальзывающая сквозь шлюз. Тем временем, пока женщины занимались детьми и на палубе наблюдали за маневрами, мужчины поднимались в бестро пропустить по стаканчику, потом, тяжело ступая, возвращались на борт. «Да, он спекся», — сказал Мегре один из его коллег. Однако Мегре, мрачный, как самосена, мрачный, как канал под струями дождя, снова пошел к шлюзу и уже не мог от него отойти. Так бывает всегда, когда дело кажется совершенно ясным, никому не приходит в голову вдаваться в детали. Все вокруг считали, что преступление совершил Градю, а он настолько подходил для этой роли, что иного мнения и быть не могло. Однако теперь были уже результаты двух вскрытий, которые приводили к интересным выводам. Так в отношении Артура Артса доктор Поль написал «Легкая травма в основании подбородка. По степени трупного окоченения и содержимому желудка можно заключить, что смерть от удушения наступила между десятью часами и половиной одиннадцатого». Итак, Артс вернулся на баржу в десять часов. Хозяйка Бестро сказала, что Классенс последовал за ним через четверть часа, а сам Классенс утверждал, что сразу же отправился к себе в конюшню. В каюте у Артсов горел свет. «Не знаю». А собака была отвязана. Бедный старик надолго задумался. Потом жестом показал, что не может ответить на вопрос. Нет, он этого не знал. Он не обратил внимания. Разве мог он предположить, что все его действия и поступки в тот вечер, потом, приобретут чрезвычайное значение. «Вы не слышали никакого шума?» Он не знал. Не мог этого знать. Он заснул. А когда проснулся, увидел, что баржа оказалась посреди реки, прижатой к плотине. Было по этому поводу еще одно свидетельское показание. Но можно ли принимать его всерьез? «Вопрос». Его дала госпожа Кутюрье, жена шкипера Эглона-7. Полицейский комиссар Корбея допросил ее в числе других, прежде чем разрешить каравану продолжить свой путь к каналу Луэн. Протокол допроса лежал у Мегре в кармане. «Вопрос. Вы ничего не слышали в течение ночи?» «Ответ. Не берусь присягать». «Вопрос. Скажите, что вы слышали?» «Ответ. Это было так смутно. В какой-то момент я проснулась и посмотрела время на будильники. Было без четверти одиннадцать. Мне показалось, что около буксира кто-то разговаривает. «Вопрос. Вы не узнали голоса?» ответ. «Нет, но я подумала, что это уградю свидание с Эммой. И я сразу снова уснула. Можно ли было исходить из этого?» «Даже если и так, что это доказывало?» Ту ночь буксир, шесть баш и астролябия провели перед шлюзом. В отношении Артса заключение судебного врача было четким. Он умер от удушения между десятью часами и половиной одиннадцатого. Но дело осложняло второе заключение, касавшееся Эммы. На левой щеке имеются кровоподтеки, причиненные тупым орудием или ударом кулака. Что касается смерти от удушения при повешении, то она наступила около часа по полуночи. Мегре все глубже и глубже погружался в замедленную и тупую жизнь Ласситенгетты, как будто только в ней он был способен размышлять. Самоходная баржа, над которой развивался бельгийский флаг, напомнила ему о Теодоре, сыне Артса, который, должно быть, прибыл в Париж. В то же время этот флаг навел в намысль о Джине, бутылку которого, более чем наполовину опорожненную, обнаружили на столе в каюте. В ней все было перевернуто вверх дном, даже обшивка матраса была вспорота, и клочки ее разбросаны по полу. Не было сомнения, что здесь искали кубышку со ста тысячами франков. Первые дознаватели утверждали, все очень просто. Эмиль Градю убил Артса и Эмму. Потом он опился и стал искать кубышку, которую и спрятал в лесу. Вот только... Да, вот только доктор Поль при вскрытии тела Эммы обнаружил в ее желудке то количество спиртного, которого не доставало в бутылке. Так что это значит? А то, что Джинн выпила Эмма, а не Градю. «Отлично!» отвечали дознаватели. Убив Артса, Градю напоил его жену, чтобы облегчить себе задачу, так как знал, что эта женщина крепкая. Если им верить, Градю и его любовница оба были на борту от десяти до половины одиннадцатого, когда умер Артс, и в полночь, и в час по полуночи во время смерти Эммы. Разумеется, такое было возможно. Все было возможно. Только Мегре хотел, как бы это сказать, хотел научиться мыслить так, как мыслили люди на барже. Как и все другие, он был суров с Эмилем Градю. Целых два часа он держал его, как на угольях. Для начала Мегре взял его на пушку. Послушай, старина, ты замарался, это ясно как день. Но откровенно говоря, я не думаю, что ты убил их обоих. Я ничего не сделал. Конечно, ты их не убивал. Но сознайся, что ты двинул-таки старика, а? Впрочем, он сам виноват. Он вам помешал. И ты, защищаясь, я ничего не сделал. Я уверен, что ты не трогала Эмму. Ведь она была твоей любовницей. Вы напрасно тратите время, я ничего не сделал. Тогда Мегре стал еще суровее, в его голосе зазвучала угроза. Ах так, ладно, посмотрим, что ты запоешь на барже с двумя трупами. Но Градю даже не моргнул перед перспективой следственного эксперимента. Когда вам угодно, я ничего не сделал. Даже если найдут кубышку, которую ты припрятал. И тогда Эмиль Градю улыбнулся. Улыбнулся жалостью, улыбнулся с видом превосходства. В тот вечер только одна самоходная баржа и одна на конской тяге оставались на ночь в лясе Тангетти. Жандарм по-прежнему нес дежурство на палубе Астролябии и был немало удивлен, когда Мегре, взбираясь на борт, заявил, «Мне уже поздно возвращаться в Париж, лягу спать здесь». Слышался пляск воды, а корпус судна. До шаги жандарма, который, боясь заснуть, ходил взад и вперед по палубе. Вскоре несчастный жандарм стал задаваться вопросом, а не сошел ли Мегре с ума. Он один производил столько шума, словно в трюме отвязали обеих лошадей. «Извините, дружище, это Мегре высунулся из люка. Вы не могли бы пойти и поискать для меня кирку?» «Ну и ну. Идти искать кирку в два часа ночи в таком месте?» Все же жандарм разбудил смотрителя шлюза с печальным лицом. У него оказалась кирка, так как при доме был сад. «И для чего же она понадобилась вашему комиссару?» «Да я, знаете ли, и сам...» Они многозначительно переглянулись, а Мегре вернулся с киркой в каюту, и с тех пор больше часа жандарм слышал оттуда глухие удары. «Послушайте, дружище!» Это снова был Мегре, потный и тяжело дышащий, который просунул голову в люк. «Пойдите позвонить от моего имени. Пусть следователь приедет завтра пораньше и пусть распорядится, чтобы привезли Эмиля Градю. Никогда еще смотритель шлюза не был таким мрачным, как тогда, когда вез к барже следователя Эмиля Градю между двумя жандармами. Нет, клянусь вам, что ничего не знаю». Мегре спал на койке Артса. Пол здесь был снят. Под ним оказался слой цемента, разбитый ударами кирки, так что беспорядок был полный. «Входите, господин следователь. Я лег очень поздно, поэтому еще не успел привести себя в порядок». Он раскурил трубку. Где-то он отыскал несколько бутылок пива и принялся наливать. «Входи, Градю». «А теперь...» «Что теперь?» спросил следователь. «Все очень просто», сказал Мегре, потягивая трубку. «Я объясню вам, что произошло-то и ночью. Знаете, с самого начала меня поразило то, что старик Артс был повешен с помощью цепи, а его жена с помощью простыни. Я не понимаю. Сейчас поймете. Поройтесь в полицейских сводках и, клянусь вам, вы не найдете такого случая, когда кто-нибудь повесился бы на проволоке или цепи. Может, это покажется странным, но это так. Самоубийцы, люди, как правило, изнеженные. И сама мысль о том, что звенья цепи переломают им хрящи горла и защемят кожу на шее. Значит, Артура Артса убили? Да, я пришел к такому выводу. Тем более, что ссадины у него на подбородке подтверждают, что цепь, которую набросили ему на шею сзади, сначала задела его лицо. Но я не понимаю. Потерпите. Теперь обратите внимание на то, что его жена была найдена повешенной на скрученной жгутом простыне. Даже не на веревке, которых на борту судна более чем достаточно. Но нет, именно на простыне. Потому что, если можно так выразиться, это самый мягкий способ повешения. И что же это значит? Что она повесилась сама? Это настолько очевидно, что для храбрости ей, никогда не пившей, понадобилось вылакать пол-литра джину. Вспомните, что говорится в заключениях судебного врача. Я помню. И так мы имеем дело с убийством и самоубийством. Убийство было совершено примерно в четверть одиннадцатого, а самоубийство в полночь или в час ночи. Все остальное просто. Следователь смотрел на него с недоверием, а Эмиль Градю с насмешливым любопытством. «Уже давно», продолжал Мегре, «Эму, не получившую того, на что она рассчитывала, выходя замуж за старика Артса, и бывшую возлюбленную Эмиля Градю, преследовала мысль завладеть кубышкой и сбежать со своим любовником. И вот ей представляется случай. Артс возвращается на борт сильно пьяный. Градю в двух шагах на борту буксира. Еще когда Эмма ходила в Бестроз за покупками, она заметила, что ее супруг уже тепленький. Она отвязывает собаку и ждет с цепью в руках, чтобы набросить ее мужу на шею. Но попытался возразить следователь одну минуту. Дайте мне договорить. И вот Артс мертв. Опьяненная своей победой Эмма бежит за Градю. Не забывайте, что же наш шкипер буксира слышала голоса около своего судна. Без четверти одиннадцать. Это так, Градю? Да, так. Парочка отправляется на баржу искать кубышку. Роется повсюду, даже в матрасе. Но не находят пресловутых ста тысяч франков. Это так, Градю? Да, так. Время идет, и Градю теряет терпение. Держу пари, он даже начинает думать, что его одурачили, что ста тысяч франков и не было вовсе. Эмма клянется, что были. Но какой от них прок, если их невозможно найти? Они продолжают поиск. Наконец, Градю это надоедает. Он понимает, что его могут привлечь к ответственности и хочет бежать. Эмма тоже хочет бежать с ним. «Извините», провормотал следователь. «Да подождите. Я говорю, что она хочет бежать с ним, а поскольку у него нет желания обременять себя женщиной, у которой даже нет денег, он, прежде чем удрать, бьет ее кулаком по лицу. Сойдя на берег, он перерубает швартовы баржи». «Это так, Градю?» «На этот раз Градю колеблется с ответом». «Вроде бы все», говорит заключение Мегре. «Если бы им удалось найти кубышку, то они сбежали бы вместе или же попытались бы выдать смерть старика за убийство». А так как этот номер не прошел, обезумевший Градю стал скрываться в окрестностях. Когда Эмма пришла в себя, баржа скользила по поверхности воды, а повешенный раскачивался рядом с ней. Никаких надежд, правда? Даже надежда на бегство. Для этого надо было разбудить Классенса, чтобы он багром причалил лодку к берегу. Все пропало, и тогда она решает покончить с собой. А поскольку ей недостает храбрости, она сначала выпивает джину, и потом выбирает простыню из мягкой ткани. «Это так, Градю?» спрашивает следователь, глядя на мерзавца. «Раз комиссар так говорит». «Но погодите», настаивает следователь, «где доказательства того, что он не нашел кубышку?» «Как раз для того, чтобы ее спрятать». Тогда Мегре отодвинул ногой несколько кусков цемента и показал наустроенный там тайник и лежащие в нем бельгийские французские монеты. «Теперь вы понимаете?» «Более или менее», не очень уверенно пробормотал следователь. А Мегре набивая трубку проворчал. «Прежде всего надо было знать, что старые баржи упрочнялись за счет цементного дна. Никто мне этого не сказал. Потом он резко переменил тон. Самое интересное то, что я пересчитал монеты. И в самом деле их оказалось на сто тысяч франков. Странная семейка. Вы не находите? они в